Садоводы и огородники непременно ставят перед собой задачу получить на своем участке плодородную почву, которая способна обеспечить обильный урожай. И одним из способов достижения этой цели является применение компоста. Поэтому многие садоводы обязательно имеют на своем участке компостную кучу или яму. Ведь компост это абсолютно бесплатное и супер плодородное удобрение, как для почвы, так и для растений, тем более если правильно его приготовить. Единственным недостатком компоста является то, что готовится он слишком долго. Это объясняется тем, что для полного разложения бытовых растительных отходов требуется много времени. В итоге мы не можем использовать компост тогда, когда он нам нужен, например осенью, так как до кондиции он доходит только весной. Поэтому многие садоводы ищут способ, как ускорить процесс созревания компоста. Кто-то кладет в кучу немного созревшего компоста, либо просто почву из сада, таким образом увеличивая в удобрение количество микроорганизмов, способствующих быстрому созреванию компоста. Также есть немало сторонников, кто для ускорения созревания поливают компост различными настоями, готовя их из коровика, помета птиц или даже из разных трав. Кто-то использует для этой цели специальные биопрепараты. Я же хочу поделиться с вами способом, благодаря которому органические остатки можно будет использовать в качестве полноценного удобрения уже через 2 недели. Делать ничего сложного не придется. Достаточно будет полить компост раствором аммиачной селитры. А для приготовления раствора следует развести 50 грамм селитры в 10 литрах теплой воды и полить компостную кучу. После каждого полива таким средством кучу надо накрывать пленкой и иногда перемешивать компост с помощью вилл. Благодаря этому методу приготовление компоста не будет сопровождаться неприятным запахом. Удобрение отлично обогатится азотом и будет готово к применению за считанные недели. А вы используете компост в своем огороде? И ускоряете ли вы процесс его созревания? Если да, то поделитесь пожалуйста в комментариях, какие у вас для этого есть методы.